Время в пути из Похвестнева до Жигулевска для 16 пассажиров увеличилось в два раза. Вся проблема в неисправном руле. Валерия Саводчаева, сотрудники ГИБДД остановили во время проверки пассажирских автобусов. После осмотра выяснилось, что рулю транспорта поврежден. Автобус загнали на штрафстоянку, а пассажиры стали дожидаться, когда водитель закончит ремонт. А вы как до этого, почему не исправляли? Вы не знали просто? Нет, она была нормальная, но она же со временем все равно расслабляет. 12 градусов стало. Когда мы его стояли на штрафстоянку, сегодня около 9 утра, люфт был 34 градуса. Сейчас пройдемте со мной, документы заполним, мы вас отпустим. Первым делом сотрудники ГИБДД просят водителей предъявить документы, затем осматривают сам транспорт. Такая проверка вынужденная мера. С начала года произошло около 50 ДТП с участием пассажирских автобусов, в которых погибли 3 человека. Учитывая, что в августе месяце у нас, как правило, пиковые перевозки междугороднего пассажирского сообщения, значит, на территории области, на основных федеральных дорогах организованы специализированные группы по контролю за пассажирскими перевозками. Еще у одного из автобусов оказалось поврежденным колесо. Из-за неисправности оно может взорваться на ходу и повлечь за собой печальные последствия, говорят сотрудники ГИБДД. За такое нарушение полагается штраф от 5 до 8 тысяч рублей на перевозчика и 500 на водителя. Причиной ДТП в большинстве случаев является человеческий фактор. Как со стороны водителей, нарушающих скоростной режим, так и со стороны перевозчика, который не следит за техническим состоянием своих автобусов. Страдают в этих ситуациях только пассажиры. За несколько часов проверки было выявлено 5 автобусов с техническими неисправностями. Информацию обо всех нарушениях направят в Управление государственного автодорожного надзора и в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Максим Гусев, События.